Желающих попасть в сказку много всегда, а в Масленичную неделю у Резных Ворот выстраивается очередь. В деревню Лебяжьи Поляна в Волгоградской области съезжается народ со всей России, чтобы увидеть тех, о ком читали в детстве в книгах. Ну к нам-то едят отовсюду, вон и сегодня сколько людей. На этом традиционная сказка и заканчивается. Далее провожать Диму будет заяц на петухе. Чтобы за ним успеть, в волшебной хоромы необходимо лошадь и детям, и взрослым. Таков закон лукоморья. Вот всем интересно, взрослым и детям. Все бегают, все так играются, всем весело, всем хорошо. Какой хитрый паразит. Современная баба-яга исполняет обязанности царя лукоморья. Пока она не заставит Мишку сыграть на гармошке, весна не наступит. Как обычно, помогают ей все участники представления, но не очень обычным способом. Необходимо проехать на личном ешкином мобиле-яги и срубить капусту. Ну а дальше святая святых музея, сказочная комната. Кикимор и экскурсовод знакомят детей с творчеством Пушкина, но на современном языке. Вот это зеркальце невест. Можно задавать вопросы, проявлять свой интерес. Тем запретных просто нет. Это же ретро-интернет. Во время ознакомительной экскурсии баба-яга с ешкиным котом на плече подслушивает под окнами. Говорит, иногда такое можно услышать, что перед Пушкиным стыдно становится. Они сказали, что в бочке, знаешь, что плывет. Ой, я даже говорить не хочу. Стыдусь кусок, представляешь? Не знаешь, какие такие сказки есть Пушкина. Вот так вот. Современными героями мультфильмов, хранителей русской сказки знакомят гости. На вопрос о самых известных волшебниках получают похожие ответы. Спальчик был. Патрик. Появится ли в одном ряду с Кикиморой, Лешим и Бабой Егой современный человек-паук, куклы Барби и Винкс, хранители музея не знают. Говорят, русских сказок так много, что они никак не успевают познакомить с ними современное поколение Некст. Кульминация праздника, встречи весны перед ее теплом, даже злые духи не устояли. Отдали на сожжение чучело зимы. А потом еще долго водили хороводы вместе со всеми и загадывали желания. Марина Рыжкова, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова